МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия объявляет план победы в Верховной Раде. Россия объявляет в розыск иммигрантов. Де реабилитация жертв репрессий и участь новых политзаключенных. В деле изны фальсификации никакой нет. Они просто берут совершенно законные дела и говорят, что это преступление. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Зеленский сегодня представил в Верховной Раде план победы Украины в войне с Россией. Наши люди в Украине, в свете, не втомлются говорить славу Украине. Украина не втомлются відповідати. Этот план, с которым ранее ознакомились партнеры Украины в США и Европе, состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Зеленский полагает, что если осуществить этот план, удастся завершить войну уже в следующем году. Первый пункт – приглашение Украины в НАТО. Зеленский отметил, что на протяжении десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. И это соблазняло Россию посягать на украинскую безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос будущего, а не сегодняшнего дня. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать, что их царь проиграл миру геополитически. По его мнению, приглашение – это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности. Именно поэтому это начальный пункт плана победы – свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас – это определенность, как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности. Я прошу всех вас работать ради решимости партнеров признать Украину равной другим в европейской архитектуре безопасности. Второй пункт плана – оборона. Это реалистично – защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война. И, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Зеленский подчеркнул, что есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать силы украинских воинов, а Курская операция показала, что у Путина нет достаточных сил, чтобы держаться, когда Украина теснит действительно крепко. Оборонный пункт плана имеет тайное приложение. Третий его пункт – сдерживание. Здесь тоже есть секретное приложение, его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому сдерживание России от агрессии возможно и по Украине, и по всей Европе. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России и сузят вариативность действий России до таких перспектив. Пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо теряет свою машину войны. Мир благодаря силе. По обе стороны Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить в частности финансированием в рамках уже заключенных сделок безопасности с партнерами и определенными объемами финансовой поддержки. Четвертый пункт плана связан со стратегическим экономическим потенциалом Украины. Зеленский напомнил, что в его стране сосредоточены природные ресурсы, в том числе критически важные уран, титан, литий, графит, который усилит в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир. Пятый пункт плана рассчитан на послевоенное время. После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди, наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО. По словам Зеленского, этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев. Предполагаем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе украинскими подразделениями. После войны украинцы доказали, что могут быть этой силой, которую российское зло не преодолеет. Я благодарен каждому партнеру. Уже много сигналов поддержки. Очень сильно нравится им эта идея. Всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непобедимыми в альянсе с партнерами. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Россия объявила в международный розыск мультипликатора Павла Мунтяна, который с 2014 года живет на Кипре. Это далеко не первый случай, когда российские власти объявляют в розыск политэмигрантов, выступающих против российского вторжения в Украину. В октябре объявили в розыск телеведущую Татьяну Лазареву и журналистку Фариду Курбангалееву. Российские власти тоже преследуют их за антивоенные высказывания. В 2023 году Россия получила 114 отказов на запросы об экстрадиции своих граждан. 38 были получены по политическим мотивам. О последствиях объявления в международный розыск и о том, как их минимизировать, радио «Свобода» рассказал адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. В России формально есть три вида розыска. Это международный, межгосударственный розыск и федеральный. Межгосударственный и федеральный розыск в последнее время объявляются одновременно. Международный розыск осуществляется через Интерпол. Это организация, которая объединяет практически все страны мира в систему розыска людей. Там не только преступники, но и свидетели, и просто люди, которые пропали. Межгосударственный розыск — это система розыска между Россией и теми странами, с кем заключены специальные соглашения о таком розыске. Это, как правило, страны СНГ. Журналисты и часто пресс-службы самих ведомств часто путают, в какой розыск объявляют человека. А иногда они говорят, что его объявили в международный розыск, но на самом деле он объявлен в межгосударственный розыск. Или наоборот. В любом случае, это проблемы плюс-минус одинаковые в зависимости от вида розыска, но только они распространяются на разную территорию. Если говорить про проблемы, которые первые приходят на ум, это, конечно, сложности с пересечением границы. Если человек попадает в базу Интерпола, то любая страна, которая входит в систему Интерпола, обязана проверять пересекающих людей по этой системе. И, соответственно, при пересечении границ, при покупке каких-то билетов, в разных странах могут возникать контакты с местными правоохранительными органами. Как правило, эти контакты по следующему сценарию развиваются, человека задерживают, и после этого начинается уже выяснение обстоятельств его розыска. Есть ли основания запускает процедуру экстрадиции, если есть, то запускается процедура экстрадиции. То есть в любом случае это некая проблема серьезная для человека, и происходит общение с правоохранительной судебной системой той страны, в которой его поймали. Если человека, ну скажем, человека с антивоенной позицией объявили в России в федеральный розыск, значит ли это, что через некоторое время его могут объявить вот в межгосударственный или в международный розыск? То есть если человек объявляет в федеральный розыск, значит у него есть риски по перемещению по тем странам, с которыми в России есть соглашение. В международный? Во-первых, там нужно заочное избрание стражи в отношении человека, ФИЗО, то есть заочное. Это раз. Во-вторых, нужно пройти фильтр Интерпола. Интерпол по некоторым статьям принципиально не объявляет в розыск, который он считает политическим. Это, например, фейкеры о российской армии или там дискредитация вооруженных сил. Но часть статей, по которым преследуют у нас политических, все равно иногда проходит фильтр Интерпол. Ну, например, это террористические статьи. У нас огромное количество дел по терроризму, там оправдание терроризма, участие в деятельности террористической организации и так далее и тому подобное. И такие введения Интерпол иногда пропускают. Есть ли у юристов и правозащитников понимание, в какие страны не стоит ездить гражданам России, которых объявили, ну скажем, в международный розыск? Самую основную проблему представляет как раз-таки этот межгосударственный розыск. Потому что у России есть прямое соглашение с рядом стран, и они напрямую взаимодействуют без офиса Интерпола. То есть правоохранительный условный МВД России напрямую взаимодействует с МВД Казахстана. И если человека задерживают в МВД Казахстана, начинается вот эта вот процедура экстрадиции уже, в которую не вовлечены какие-то международные органы. Поэтому в первую очередь опасно ездить в те страны, которые окружают Россию. Это Казахстан, Кыргызстан, Армения, страны, которые живут, скажем, туризмом. Например, Вьетнам, Таиланд. Они зачастую, если видеть человека в какой-либо базе, они поступают хитрым образом. Они даже не заморачиваются с какими-то процедурами вот этой уголовной экстрадиции человека. А они, например, говорят, что человек нарушил какое-то мелкое их правовое регулирование, там не зарегистрировался, ездил без прав или нарушил там ПДД, и они просто его за это нарушение депортируют в Россию, не в рамках уголовного процедуры. То есть это происходит очень быстро. Если помните, подобный случай был с группой ПИ-2. Их же не экстрадировали ни по какой уголовной статье, а просто формально там за нарушение правил, что они якобы без трудовой визы приехали с концертом. Вот так это часто и происходит. У вас есть какие-то общие советы и рекомендации? Проблема эта связана с поездками. А вторая проблема, которая связана с розыском, с уголовными делами, это проблема документов. Это куда более острая проблема для людей, преследуемых в России. Потому что наличие уголовного преследования, оно фактически сводит шансы к нулю на возможность получения загранпаспорта гражданина России. Факт уголовного преследования влечет за собой запрет права выезда из страны и запрет выдачи загранпаспорта. И, соответственно, люди, которые находятся в безопасных юрисдикциях, например, Европейский Союз, они сталкиваются с такой проблемой, что срок действия их документов подходит к концу. Получить новые они не могут, а оснований для получения местных паспортов у них нет. И они оказываются вот в такой сложной ситуации. Ну и какие-то, может быть, Евгений, общие советы, рекомендации? Допустим, человек знает, что в России против него возбуждено уголовное дело. Как понять, что тебя не объявили там в какой-то розыск? Или уже объявили? Здесь я бы советовал тем, у кого есть доступ к госуслугам, время от времени заказывать справку о судимости. Не всегда человек, который разыскивается или против которого возбуждено уголовное дело, попадает в общедоступную базу МВД розыска. А вот в справке о судимости имеется такая графа, как факт уголовного преследования. И там можно узнать с большей достоверностью возбуждено или невозбуждено уголовное дело. Если вы знаете, что вы привлекаетесь к уголовной ответственности, или у вас есть какие-то риски от общения с властями России, то очень важно планировать свои поездки. Когда вы покупаете билеты, смотрите, в каких странах вы делаете пересадки. Не нужно соглашаться сразу на поездки в страны, которые находятся рядом с Россией. Надо думать о своей безопасности. Нужно на уровне базовых установок уже у себя в голове заложить, что если вы оппонент российской власти, если у вас есть риск уголовного преследования, продумывайте свою логистику. Напоминает адвокат Евгений Смирнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Алексей Москалев, осужденный по делу о дискредитации российской армии, освободился из колонии в Тульской области. Дело Москалева получило большой резонанс, и сейчас внимание привлек его рассказ о тяжелейших условиях содержания в местах лишения свободы. О том, что пишут об этой истории блогеры, расскажет мой коллега Ильшат Зарипов, который сегодня подготовил наш обзор цитаты свободы. Здравствуйте, Ильшат. Добрый день. Вообще Алексей стал одним из самых известных политзаключенных уже новой эпохи, если ее отсчитывать, от начала полномасштабной войны России против Украины, причем известных, скажем так, не среди каких-то популярных политиков или активистов, а сама история его семьи. Да был пример таких без уничижения, но маленьких людей, попавших под колеса репрессивной машины. Об этом, например, пишет автор паблика «Серпомпо» Василий Оленин. Вообще история маленькой семьи Москалевых, живущих далеко от зоны боевых действий и от так называемых центров принятия решений, это показатель того, как идущая третий год военной операции разрушает жизни обычных людей. Все хорошо помнят историю про Алексея и его дочь. Дочь Маша встречала его у ворот колонии. Эти кадры зацепили эмоционально многих людей. Вот, например, что об этом пишет Арина Бородина. Как же хочется смотреть на это. Так тепло от того, что они сейчас так любящие друг друга через беду и ожидание долгожданной встречи снова вместе. При этом многие уже желают Алексею и его дочери по возможности уехать из России. Екатерина Шульман отмечает, что освободившаяся – это всегда группа риска. При этом, например, Александр Невзоров пишет вот что. «Даже если, пройдя все круги всиновского ада, Москалев теперь замолчит, претензий к нему быть не может. Он свое слово сказал, свое дело сделал и свое бессмертие заслужил». А журналист Илья Шипелина обращает внимание на то, что Москалеву в течение всего его срока приходили письма со всего мира. Их оказалось так много, что он даже не смог их с собой забрать. И Шипелин советует – пишите политзаключенным. Но надо сказать, хотя среди постов и откликов на выход Москалева из тюрьмы много радостных, много светлых, много тех, кто рад за Алексея. Я закончу постом Алексея Рощина, который звучит следующим образом. «Чему радоваться, что отца в одиночку воспитывающего дочь посадили за несколько постов в одноклассниках и за дочь, нарисовавшую антивоенный рисунок, и продержали в камере полный срок от звонка до звонка? Алексей-то вышел, да. А вся страна и все мы в дерьме. И бессрочно». Спасибо, Ильшат. Обзор цитаты «Свободы» подготовил Ильшат Зарипов. И полный обзор вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Алексей Москалев говорит, что условия содержания заключенных можно приравнять к пыткам. Крысы повсюду, из канализации лезут, холод собачий – это все не передать словами. Журналист Константин Габов, обвиняемый в участии в экстремистском сообществе, подтверждает его рассказ. «Такое ощущение, что меня держат где-то в подвале. Маленькое окно наверху. Что там за окном, я не вижу. Лишь кусочек неба за решеткой. Камера переполненная. Я с одним парнем сплю на полу. Днем сидим на скамейке без спинки, так как места у нас нет. Матрас, одеяло и подушку выдали изношенные, с клопами. Атмосфера тут гнетущая», сообщил он в письме из СИЗО «Матросская тишина». О переполненности камер в «Матросской тишине» рассказывает и журналист Сергей Карелин, проходящий обвиняемым по тому же делу, что и Габов. «На четыре шконки восемь человек. Спали валетиком, но не на шконке, где прямая и жесткая поверхность, а на тюремной раскладушке с ямой в центре. В той камере, где я сейчас, личного пространства ноль», – пишет Карелин. В Москве осудят журналистов, а в Петербурге начинается рассмотрение по существу дела молодежного демократического движения «Весна». Шесть обвиняемых находятся в петербургских СИЗО. Все они признаны мемориалом политзаключенными. Один из них, Павел Синельников, говорит, что в СИЗО кресты, крысы и тараканы и ужасная баланда с заплесневевшей картошкой. Федеральный координатор «Весны» Богдан Литвин заочно арестован по делу этого движения. Он покинул Россию в 2022 году и говорит, что движение успешно развивалось и становилось всероссийским. У нас действительно были активные отделения в городах Сибири нескольких. И там условно самым таким активным, одним из активных, было отделение в Новосибирске. Там ряд ребят тоже являются фигурантами уголовного дела, но смогли уехать. Там активно сотрудничали просто с коалицией в свое время, депутатами, которых лишили мандатов и проводили какие-то общественные кампании на региональном уровне. Когда-то было отделение в Кемеровской области, тоже там их участники, многие уехали по понятным причинам, они были достаточно засвечены и делают медиаскат. В Сибири, на самом деле, было много достаточно в разное время отделений, которые делали какую-то свою повестку в рамках своих региональных проблематик. Понятное дело, что сейчас, когда мы находимся в статусе экстремской организации, мы непосредственно людей, находящихся в России, не вовлекаем в свою работу. Так вот, с членством и так далее. Есть там люди, которые нам сопереживают и делают что-то по нашему призыву, но, скажем, для нас ценность большая человеческой жизни и наших сторонников, поэтому, к сожалению, нам пришлось сейчас переформатироваться с тем, чтобы не вести открытую публичную деятельность в России. Один из активистов «Весны» Даниил Чебыкин говорит, что содержащиеся сейчас в СИЗО не были в движении ключевыми фигурами. Взяли пост каких-то, можно сказать, случайных людей, которые вообще там, может быть, рядом стояли и по воле следователя сделали их какими-то основными распорядителями, координаторами «Весны», хотя все эти люди не имели непосредственно, насколько мне известно, отношения. Все дело абсолютно на коленке выдуманное. Это просто вот до кого могут дочинуться следователи, им нужно делать палки, им нужно отчитываться, что они разоблачили и посадили эти так называемые экстремистские организации. Поэтому они кого-то взяли, каких-то неугодных людей, каких-то активистов, видных, но никакого отношения непосредственно к руководству «Весны» не имеющих. Дело «Весны» является выпиющим, считает руководитель проекта «Поддержка политзаключенных мемориал» Сергей Давидис. Поделали Сети, поделали Тюменскому и по многим другим такого рода делам люди обвиняются в том, что действительно является преступлением. Это фальсифицированное обвинение, основное уже свидетельство на пытках и так далее. Но, тем не менее, следствие и суд пытаются доказать совершение того, что действительно является преступлением в том числе и в демократическом обществе. А в деле «Весны» в общем фальсификации это никакой нет. То есть они просто берут совершенно законные дела и говорят, что это преступление. В распространении призывов использовать право на альтернативную гражданскую службу, призывы, публичные к участию в мирных публичных мероприятиях, создание политической организации с программой, которая предусматривает закрытие ЦП и отмену призыва на военную службу. Это все совершенно легальное действие. Или мнение о том формате и тех смыслах, которые нынешняя власть вкладывает в празднование Дня Победы этих форматов, в которых она празднует День Победы и осуждения этих форматов. Это все совершенно правомерная деятельность. В ней нет никакого преступления. И тут ничего не выдумывается, ну кроме того, что действительно многих людей, которые не были членами весны, к этому делу приплетают. Но по сути, даже если бы они и были, они имели право это делать. И тут нет ничего преступного. Вот в этом вопиющий характер, то есть тут государство даже не скрывает, что оно осуществляет такую вот прямую политическую репрессию, преследование оппонентов, которые реализуют свои гражданские политические права. Обвиняемый по делу весны Евгений Затеев отказался от признательных показаний и назвал их самооговором. «Моя ошибка, мой крест и боль заключаются в признании вины по моему делу», говорится в письме, которое было опубликовано сегодня. Затеев рассказал, что решил признать вину после того, как его отправили в СИЗО в июне прошлого года. По его словам, он не дал показаний на других фигурантов дела, но предал свои идеалы, в том числе назвав антивоенное движение, антироссийской политикой, финансируемой и управляемой политическими силами из Украины. Я заявляю о том, что это самооговор, ни больше, ни меньше. Я очень хотел вернуться к бабуле и маме, но вернусь к их праху. Праху, который некогда был самыми дорогими мне людьми, учившими меня честности, мужеству и стойкости. А я сдался, думал облегчить свою участь, но не подумал о других. Я предал не только себя, свои ценности и веру очень многих людей, я предал и их. И мне невероятно больно. Их больше нет здесь, в этом мире. Однако они там, где им хорошо, бесконечно лучше, чем здесь. А мне тут остается лишь попытка исправить свои ошибки. Я надеюсь, право, на которое я еще имею, написал Затеев. Его обвиняют по статьям об организации деятельности экстремистского сообщества и распространение неуважительных сведений о днях воинской славы группой лиц. Безжалостные отношения к политзаключенному и бесцеремонная фабрикация дел напоминают сталинские времена. Теперь советский диктатор в почете. В России установлено уже более ста памятников Сталину. На очереди памятник в Вологде. Губернатор Георгий Филимонов объявил, что на это был запрос со стороны общественности. Год назад Бюст Сталина установили на месте захоронения жертв массовых репрессий в Тверской области. В начале сентября стало известно, что Генпрокуратура подготовила проект приказа, согласно которому ведомство хочет пересмотреть решение о реабилитации репрессированных в советское время. А сегодня стало известно о том, что в России заблокировали сайт акции «Возвращение имен». Власти Москвы уже пятый раз подряд не согласовали проведение этой акции, которая была запланирована на 29 октября у Соловецкого камня в центре столицы. В мэрии отказ обосновали опасностью распространения коронавируса. Акция памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня проходила в Москве с 2007 года. Историк, сопредседатель Международной ассоциации «Мемориал» Ирина Щербакова говорит о многолетней тенденции. Эта тенденция, что называется, абсолютно не новая. Она просто становится все более видно и заметно. И началось не сейчас, а началось очень давно. Совершенно очевидно было, что в конце концов люди, может, себе в этом отчеты не отдавали, но те, но такие люди, как я, и, так сказать, люди, с которыми я работала, и все себе вполне отчет отдавали в том, какой был сделан выбор. Что было не сделано в 90-е годы, что могло послужить и тому, что мог быть сделан вообще такой выбор. Ну вот, а, значит, поскольку был такой выбор сделан, и вектор исторической политики и всего начал постепенно меняться. Сначала Сталину стали ставить памятники. постепенно все это углублялось. Прогрызают, как мыши, все больше и больше и больше и больше. Это историческое пространство, вот, ну, еще дождемся, дождемся многого, я думаю, и начнут реабилитировать. Еще дождемся, может быть, если такими темпами пойдет и Берия реабилитация, и Акумова, который во главе с Мершей стоял. Тут пределы в таком переписывании истории нет. Вообще, программа начинается до реабилитации. Среди закрытия фактически программы для сталинизации, исчезновения слов, массовый террор. А в Карелии еще так, еще не так понаставят, еще, значит, не хочу тут каркать, но Сандармо под очень сильной угрозой. А во что превратили Пермь-36 памятник в Сину? Это все идет одним, такая Орвиловская абсолютно переписывание истории перестановки памятников. В конце сентября в Карелии открыли памятник героям НКВД и СМЕРШа. Андрей Шалаев, создатель проекта «Бессмертный барак», посвященного сохранению памяти репрессированных в годы советской власти, изучает списки чекистов, которых прославляют в Карелии. Он говорит, что в плане разоблачения сталинских репрессий Россия вернулась больше, чем на три десятилетия назад. В 2018 году на коммунатке, когда открыли памятник чекистам, это вот проложило такую дорожку вперед и на то, что сейчас происходит с недормозью, когда пытаются найти останки непонятных солдат непонятной какой войны. То же самое и здесь происходит собственно какая-то стандартная процедура по обелению. И у нас полностью вот из-за того, что закон не работает по жертву этой силы, у нас полностью провалилась вся эта история. еще большая проблема из-за того, что нам всем придется все равно понять, почему же за 30 лет мы ничего не смогли сделать и как-то противостоять, что-то сохранить, как мы оказались в той точке, откуда мы начинаем. Выпуск информационного дайджеста «Время свободы» за 16 октября подошел к концу. Слушайте нас на сайте русской службы и на основных платформах подкастов. С вами прощается продюсер выпуска Северин Южный и ведущий Дмитрий Волчек. Всего доброго. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова